Всем привет, с вами Пёс Тван, и это очередной выпуск, посвященный игре Битва Зомби. Будет он, правда, мне кажется, относительно коротким. Ничего особо нового не произошло, здания как строились, так и строятся. Единственное, что что-то построилось, не помню точно что. А, наверное, обелиск всё-таки достроился, да? И вместо него я поставил на улучшение пушку. Скоро у меня все пушки будут красивые, вот с таким вот тёмным основанием, не таким светлым, как у них сейчас, больше я никаких внешней разницы между этими пушками не вижу. Итак, что же, давайте сразу перейдём к делу, защиты, атаки. Ну и вообще так, сначала посмотрим по поводу самого конкурса, да? С 3 дня, 13 часов до окончания турнира, наш клан где-нибудь внизу на 70-м месте. Но я думаю, не представляется нам возможным всё-таки выбраться там, допустим, на 10-ю позицию, потому что, ну смотрите, первые 12 мест, да, это за 1000 очков рейтинга. Потом только на 22-м месте ниже 900 падает. Ну не знаю, давайте для сравнения посмотрим, что у нас в клане. Итак, 1000 вообще ни у кого нету, и выше 900 только первые 4 позиции. В общем, попасть в топ-10, ну мне кажется, для нашего клана это нереально, как бы мы ни старались, потому что те ребята тоже стараются, они будут ещё набирать очки рейтинга, будут ещё расти, пытаться как можно крепче укрепить свои позиции на 10-м месте и, может быть, даже рвануть выше. Но, тем не менее, как сказать, боремся, стараемся. Ну что ж, давайте перейдём в защиту, в атаку, посмотрим, что у нас тут было последнего. Так, последний, от кого я оборонялся, был я Крут, то, что мы видели в прошлом выпуске. После него нападал какой-то панк, ну, он глупо сливал рейтинг, да, просто. После него нападал ворам, 150 грабителей, 30 метателей, это не особо интересно, конечно. Ну, 10 тысяч энергии он успел украсть и 8 тысяч токсинов, ну, это капля в море. Давайте на ускоренном видео посмотрим. Хотят. Вот, кстати, что хочу показать. У меня появился лекарь. Вот такой замечательный парень, который умеет лечить здание. Он до сих пор у меня в кланхоле находится, никто не смог его у меня выбить, и он очень хорошо мне помогал. Но вот видите, грабители стараются, ломают ветряк, но лекарь лечит. Так, тут ребята продолжают пытаться разносить другие строения. Тут еще и метатели помогают в обороне. Сносят грабители и не даем, не даем. Нет, все-таки снесли они тот ветряк. Но вот лекарь тут продолжает, как может, пыжиться, лечить здание. В общем, лекарь в обороне вещь очень полезная. Мне сначала, когда его скинули, я думал, что... Я не знал, что он умеет лечить здание. И думал, что он абсолютно бесполезен. Но, как оказалось, польза от него целое море. Я еще думал, что, ну, может быть, хотя бы героя будет лечить хоть какая-то польза. Оказывается, если бы я сразу знал, что вот он вот так может уметь здание лечить. Да я бы всем лекарей отправлял. Собственно говоря, чем я сейчас и занимаюсь. Отправляю ребятам лекарей, хиппи-мобили, чтобы они хотя бы как-то росли по рейтингу во время турнира. Буду надеяться только, что они их не скидывают направо и налево во время атаки, а действительно берегут для защиты. Ну что ж, давайте посмотрим, против кого мы еще оборонялись. После Варама на меня нападал Влад. 27 толстяков четвертого уровня, 35 грабителей четвертого уровня. Довольно-таки внушительные войска, да? Единственное, что он не использовал аптечку для толстяков. Но 27 толстяков четвертого уровня это уже сила. Три подрывника, 6 огнеметчиков, 24 топора для нас и всего 32% базы он снес. Смотрим повтор. Итак, где ты высадишься? Пошла бомба. Пошли толстяки. Как-то несколько тут и основная толпа вот здесь. Выходят еще подрывники. Прорывают тут стену и толстяки несутся ПВО сносить. Выходит наш герой и выходит наш лекарь. Лекарь сначала лечит базу героя, потом начинает лечить тяжелую пушку, да, которую надамажили бомбой. Но толстяки ее сносят. Вышку огнеметчика лечит. Похоже, стены лекарь все-таки лечить не умеет. Так, куда ты пошел? Ну вот, кому этот обелиск нужен? Жалко, что он выбирает цели рандомно. Ну, не рандомно, конечно, но по своему алгоритму. Ну, в общем, вот так вот мы легко расправились с этими толстяками. Что ж, давайте вернемся домой, посмотрим следующую атаку. Там, наверное... Вот, кстати, вот эта следующая атака, я тут и хоть и проиграл 89% базы, но тем не менее она мне понравилась. Выглядела она довольно-таки весело. Конечно, процент был бы пониже, если бы так много зданий обороны у меня не улучшалось. В тот момент очень многие вышки были, как бы сказать, вне. Не защищали базу, не работали, потому что апгрейдились. Так, сейчас отсюда идет один метатель. Видать, отманивает мою поддержку клана. Они ее расстреливают. Ну, вот он, лекарь наш. Лекарь висит в небе. Лекарь начинает лечить ветряки, которые метатели колупают. Что ж, толстяки проходят дальше. Лекарь лечит ветряки. Ну, против толстяков он не успевает залечивать здание. Ну, вот, смотрите, лечат вышку огнеметчиков. Не успевает, конечно, но, тем не менее, все равно это большая поддержка в бою. Теперь он лечит обелиск, который колупают два метателя. Ну, и, похоже, у них примерно борьба на равных идет. Подходит еще толпа лекарей. Видать, он хотел, чтобы они снесли моего лекаря. Ой, толпа метателей, но они лекаря моего не бьют. Бьют клан Холл. Что ж, тут в это время продолжают продвигаться вражеские толстяки, за которыми идет наш герой. Выходит вражеский герой, выходит вражеский лекарь. У вражеского лекаря быстро сносят наше ПВО. Где-то тут вот наш герой старается сражаться с вражескими толстяками. Вражеский герой собирает все мины по пути. Что ж, вот наш герой убивает одного толстяка, продолжает сражаться с оставшимися. Так, сейчас огнеметчики снесут мою пушку. Тогда толстяки уже будут бить моего героя, а не стены. Что ж, тут наш герой и два толстяка. Давайте ускорим маленько. Ну вот одного толстяка наш герой, похоже, забирает, да, и приступает за второго, но второго он уже не успеет убить. Вот если бы его лекарь полечил, но лекарь занят зданиями. Тем не менее, время атаки у врага кончается, и поэтому всю базу он снести не успел. Хотя, все юниты защиты уже были выведены из строя. Что ж, вот она, поддержка лекаря. Так сказать, самый наглядный пример. Мне этот бой очень понравился, поэтому я как-то решил пораньше сделать выпуск, хоть и материала еще мало, но чтобы это никуда не утекло. Ну, не знаю, хотелось показать. 142 топора я здесь получил. Ну что ж, кстати, наш герой, да, я ему поставил. Ну, это я, по-моему, в прошлом видео говорил, что поставил ему на улучшение топоры. Дальше он будет все лучше и лучше проявлять себя в обороне. Ну, сейчас он там с горем пополам раскидал несколько толстяков. Я думаю, в конечном итоге он будет просто рэмбо. Конечно, и враги у меня станут сильнее, и войска у них будут с лучшим прокачем. Ну, ладно, смотрим дальше. Так, надо, кстати, ребятам помочь. Так, давайте, кому чем помочь? Может, тебе лекаря? Нет, тебе не лезет. Ну, ладно, держи тогда. Так, да нечего особо дать. Огнеметчиков мне пока что жалко. А вот метатели еще не подоспели. Так, ну а теперь давайте посмотрим, на кого мы нападали. Атаки мне на самом деле не так уж мои понравились. Многие были, ну, скажем, непровальные, в принципе, хорошие, но можно было бы и лучше. Так, что ж, последнее, что у нас было в прошлом видео, в прошлом выпуске, это атака против Феникса. Так, Феникс где-то. Так, успел я тут намолотить. Ребята, так, ни много, ни мало. 29 тысяч энергии, 26 тысяч токсинов, 20 толстяков, 58 метателей и лекарь. Смотрим повтор. Так, бегут толстяки сносить, я так понимаю, ПВО. Ну, стена довольно-таки крепкая, я думаю, они долго будут пыжиться. Хорошо бы здесь аптечку, наверное, какую-нибудь потом заюзать, чтобы ребят подлечить. Так, ну вот она пошла, аптечка. Выходит сразу же лекарь, ребят лечит. Давайте на двоечки. Метатели помаленьку дамажат вышки, им хорошо бы дальше вперед не лукаться, а то их тяжелые пушки накроют. Так, вышка огнеметчика бьет моего лекаря, но он сейчас должен уйти из-под ее огня, или вот метатели сносит в итоге вышку огнеметчика. Так, лекарь продолжает лечить толстяков, толстяки продолжают свое шествие. Лекарю, конечно, одному тяжко, не успевает он совсем справляться. Тут высаживаются еще метатели. Разносят один склад, подрываются пару раз на минах. Сносят второй склад с электричеством. Ну и остается склад с токсином, там вроде даже что-то оставалось, но не особо много. Высаживается еще герой, не знаю зачем. Ох, лекарю прилетает аж две воздушных мины. Ну и в общем выходим из боя, чтобы зря героя не дамажить, чтобы долго он там не пыжился. На самом деле я этого героя высаживал, чтобы он хоть как-то затанковал для лекарей, но это было уже, ой, точнее для метателей, но это было уже поздно. Так, давайте посмотрим следующую атаку. Так, это был кто у нас? ВВВ. После него мы нападали на брому. Почти ничего не украли. 14 тысяч энергии, 13 тысяч токсина. Скорее всего, так, 61% снесли. Скорее всего, мы ему так и не снесли его склады. Ну, не зря же я нападал. Наверное, у него больше было ресурсов, но просто до складов я, видать, не добрался. Так, высаживаются толстяки. Скорее всего, я хотел, чтобы они пошли бить ПВО в центре, но вот они избрали для себя другой путь. Хотя стену поломали хорошо. Сразу и сюда можно идти, и туда. Но вот почему-то все пошли дальше пробивать стену, вместо того, чтобы зайти и снести ПВО всей толпой. Пытаюсь я тут помочь им ударом бомбы, но ПВО мы так снести вражеское и не сможем. Просто говоря, это мне... Можно было бы, наверное, сейчас лекаря выпустить. Не знаю, был он у меня. Хотя бы отсюда бы он прилетел, полечил их. ПВО все-таки вражеское далеко. А в итоге все толстяки почти погибают. Высаживается здесь толпа метателей, потому что вражеская тяжелая пушка еще далеко. Можно пройтись, нести. Но лучше, наверное, было сюда все-таки на левый край их больше высадить. Тут складов побольше. Хотя и вышки с огнеметчиками, это тоже больно. Зато сносим ратушу. Это даст нам еще одну звезду. Может быть, у меня даже и не было лекаря, когда я приступал к этому бою. Не знаю. Хотя обычно я стараюсь одного держать в загашнике. Так, тяжелая пушка накрывает огнем оставшихся. И, в общем, два склада остаются у врага нетронутыми. Ну ладно, возвращаемся домой. Смотрим, на кого мы еще нападали. Экспанд. На него мы нападали 22 толстяка, 64 метателя, 4 огнеметчика. Смотрим. Стены все синие. Так, ребята высаживаются. Там, по-моему, у него много токсинов было, поэтому я хотел именно эту сторону прорвать, чтобы добраться до вот этих двух складов. Так, огнеметчики начинают выносить склады. По низу метатели бьют кто героя, кто вышку. Идут дальше. Но никакой не аптечки. Вот если бы у меня, может быть, у меня аптечки тогда еще не было, не откатилось. Но если бы тут залечить толстяков, можно было бы еще долго продвигаться дальше. Тут из вражеского кланхола выходит толсто. Их никаким авиаударом или как бомбой не возьмешь. Ну, наш огнеметчик, смотрите, колупал ратушу врага, но так и не доколупал. И что мы имеем в итоге? Еще несколько метателей высаживаются на другом направлении, чтобы подграбить всякие разные ресурсные вышки. К ним мчатся вражеские толстяки. Ну, в общем, можно считать, это конец боя. Тут еще несколько метателей остается, но это уже неинтересно. Что ж, возвращаемся домой. Это был экспант. Следующим я нападал на я-я и число какое-то. Так, 23 толстяка, 1 огнеметчик, 2 подрывника, 3 лекаря. Целых 3 лекаря, 30 метателей, всего 62%. Я даже помню этот бой, 3 лекарей я как-то... Так, не успеем посмотреть, меня разведывают. Но я думаю, никто ничего не увидит, не нападет. Оппонент думает, размышляет. Ну, давай, думай быстрее. Или нападай, или не морочь нам голову. Ну, что ж. Так, число. 3 лекаря. Как я и говорил, я, насколько помню этот бой, я их уже с перепугу выбросил, там, как последняя отчаянная попытка как-то выправить ситуацию. В общем, толстяки, подрывники прорывают стену, толстяки высаживаются, сносят пушку и высаживаются метатели. Подумал я, что тут довольно-таки приличное расстояние, чтобы метателями как-то надамажить этим ветрякам. Ранняя аптечка, можно было и попозже ее использовать. Это тоже, я считаю, наверное, по большей части ошибка. Лучше было бы ее включить уже где-то вот здесь. Тогда бы толстяки еще были живы, но на хитах, ну и залечились бы почти по полной. Что ж, выносим центр. Ну вот, они пошли, три клерика, целой толпой они лечат толстяков. Ну вот видите, вражеское ПВО, когда они до них дойдут, то лекарям будет плохо. Ну, толстяки. Этих трех лекарей я, кстати, строил как раз на поддержку клана, по большей части. Ну там одного я два максимум за бой использую обычно. И там что-нибудь раскидываю соклановцам по мере необходимости. Если бы не было ПВО, можно было бы с таким составом довольно-таки много карты пройти. Так, вот толстяки сносят ПВО, но все медики практически падают. Вот один остается. И похоже, я использовал все силы, которые у меня были. Так бы мог хотя бы каких-то метателей сюда выставить, да, приберечь их на потом. Тогда бы можно было их сейчас высадить, и они бы сносили здание за зданием. Очень много ресурсных построек снесли. Но вот, к сожалению, метателей я всех извел в начале. Они все погибли. И, в общем, вот они ошибки этого боя. Основные метателей надо было приберечь. В итоге я пытаюсь хоть как-то спасти ситуацию, вывожу своего героя, чтобы хотя бы он колупал ресурсные здания. Ну, вот, собственно, и все. Оставшиеся 30 секунд будет герой наш колупать токсиновую вышку. Так что возвращаемся домой. Смотрим результат. Энергии мы украли прилично, а вот токсинов всего 8000. Хотя можно было там также поживиться, 1000 на 80 токсинов, по-моему, насколько я помню. Ну, что ж. Будем как-то учитывать свои ошибки, пытаться исправляться в будущем. Что ж. Был еще Ширлик-Мырлик. На него мы нападали 17 толстяками, 1 лекарь, 14 грабителей, 71 метатель, 76% базы снесено. В общем, прочие войска были заюзаны. Смотрим. Толстяки. Толстяки. Еще раз толстяки. Очень много толстяков. Парочка подровняков. Огнеметчики. Метатели. Метатели тут падают от пушек. Появляется. Вот она. Вот она ошибка. Лекарь вышел слишком рано. ПВО еще не было снесено. Выпустил лекаря. Поторопился. Теперь видите, раньше я часто выпускал лекаря слишком поздно. Теперь, в общем, так сказать, теперь выпускаю слишком рано. Если бы чуть-чуть попозже лекаря я выпустил, когда уже ПВО снесли, был бы расклад совсем другой. Он бы успел неплохо полечить толстяков, и они бы танковали гораздо дольше и гораздо лучше. Ну что ж, здесь и в итоге выпускаем грабители, метатели, насколько можем, чтобы как-то оставшиеся ресурсные постройки снести. Поставим на двоечку. В общем, все метатели погибают. Ну, остается здесь небольшая кучка и здесь. Они еще чуть-чуть ветряк подолбят. Ну и на этом, собственно говоря, все. Возвращаемся домой, смотрим следующий бой. А следующего боя и нету. Это был последний бой, который я произвел. Так что, собираем ресурсы. Может быть, кому-нибудь в клане поможем. На тебе, Димас, возрадуйся. Поможем также Юре. Ну и не забудем про Артема. Все вроде всем, кому мог, помог. Так что, на этом можно спокойно завершить наш выпуск. С вами был 11.1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Пока.